Сегодня хотелось бы поговорить с вами о том, что необходимо для того, чтобы пройти собеседование на вакансию няни, чтобы понравиться родителям. Первое, на что хотела бы обратить ваше внимание, это когда вы идёте на собеседование, чётко и хорошо продумайте, какая будет ваша внешность. Конечно же, очень приятно общаться с тем человеком, который ухоженный, и автоматически складывается впечатление, что и человек, когда ухоженный, то он делает всё красиво и приятно, с ним приятно сотрудничать, с ним будет хорошо моему малышу. Поэтому обратите на это большое внимание. Какие у вас будут волосы, прическа, да, главное, чтобы это было чисто, приятно, ногти, по возможности хороший маникюр, насколько для вас это возможно, нежелательно, конечно же, длинные ногти, потому что любой родитель начнёт думать, как с такими ногтями вообще можно работать, да, и не поцарапает ли няня нечаянно даже моего малыша. Также на одежду стоит обратить внимание, по моей практике было замечено, что чем больше ваш внешний вид ближе к деловому стилю, тем более вы, как няня, привлекаете работодателя. Потому что, опять-таки, небрежный стиль одежды, джинсы, футболка, всё это напоминает стиль девочки-студентки, которая пришла поработать там на месяц и, возможно, не очень серьёзно будет относиться к своей работе. Хотя это не всегда так, но, тем не менее, мой вам совет, деловой вид привлекает больше. Следующее, когда, если у вас собеседование проходит в доме у будущих работодателей, в квартире в их, то первым делом, когда вы заходите, знакомитесь, то попроситесь пройти в ванну, помыть руки. Для чего? Ваше собеседование, возможно, предполагает, что вы будете знакомиться и с ребёнком. И это даст вам большой плюс, что вы уже чисто плотная, внимательная, и родители на это обязательно обратят внимание. Постарайтесь, третий пункт, один из главных, постарайтесь найти контакт с родителями, сейчас главное понравиться им, а потом вы уже сами будете решать, пойдёте вы на эту работу или не пойдёте, потому что некоторые так думают, может, они мне вообще не подойдут. Но, согласитесь, что чем больше у вас выбора будет, тем будет легче вам. Улыбайтесь, будьте улыбчивы в меру, конечно же, желательно улыбаться больше маме, потому что если вы будете улыбаться больше папе, они все это правильно поймут, и навряд ли работа будет вам, эта вакансия будет вам обеспечена, да, вам нужна работа. Четвёртый пункт, это вторая ваша цель, это найти контакт с малышом. Если малыш ещё маленький, до годика, то легче здесь найти контакт. Такие малыши, они более ещё общительные, для них не имеют особой такой роли, особенно там до 7-8 месяцев, что чужой человек, они на него ещё более положительно реагируют, чем старшие детки. С такими детками они очень любят мимику лица, поэтому чем больше вы сможете выразить лицом положительные эмоции, тем больше вероятность, что ребёнку понравится. Если ребёнок постарше, уже от годика, да, такие детки уже знают, что это мама, там папа, бабушка, а это чужой человек, уже с ним найти контакт немножко сложнее, но всегда возможно. Конечно, это зависит именно индивидуально от каждого ребёнка, но постарайтесь с ним найти такой контакт. Например, обратите внимание на какую-нибудь его игрушку, да, постарайтесь с ним вместе рассмотреть эту игрушку. Излучайте из себя положительные эмоции, да, постарайтесь, чтобы даже вам этот ребёночек понравился, и тогда малыш будет чувствовать, да, и он к вам потянется. Если малыш положительно отреагирует на вас, то считайте, что половина дела сделана, и останется только собеседование уже непосредственно с родителями, о чём и как с ними разговаривать. Об этом я вам расскажу в следующей части нашей записи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok